В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Первые в этом году призывники Ленинского городского округа уже получили повестки и пришли в военкомат. Хочу в армии прям максимально погрузиться в физическую подготовку, военную подготовку. Предприниматель Максим Арапов получил благодарственное письмо за помощь врачам в условиях пандемии. У нас такие сытные обеды, что их хватало уже и на ужин, а кто-то говорил, что это хватает и до завтрака. Симфония огня. В сквере «Юность» открыта фотовыставка, посвященная 70-летию московского коксогазового завода. Завод для меня отец и мать, потому что у меня отец погиб на войне, а мама умерла, мне было 16 лет. 1 апреля стартовала очередная осенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля, а первые новобранцы Ленинского городского округа уже получили повестки и пришли в военкомат, чтобы предстать перед призывной комиссией. О планах по привлечению молодых людей в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в нашем сюжете. В призывной кампании в обычно пустынных коридорах военкомата царит оживление. По очереди новобранцы заходят в кабинет, где заседает призывная комиссия, чтобы услышать свой вердикт. Призывная комиссия, которой участвует председатель призывной комиссии Ленинского городского округа и члены комиссии из Ленинского городского округа, они принимают решения по болезни, по призыву на Вооруженные силы, предоставляют отсрочки, решения по отсрочкам. И на основании этих решений военный комиссариат уже отбирает и призывает в Вооруженные силы необходимое количество людей для службы в Вооруженных силах. Но прежде чем предстать перед призывной комиссией, молодым людям необходимо пройти комиссию медицинскую. Терапевт, невролог, офтальмолог и еще добрый десяток специалистов должны поставить в документах отметку. Годен. Три человека уже годные прошли к службе и хотят служить. Вот, ну, у одного там повышенное питание, это такое наследственное заболевание бывает. Так что, ну, а так ничего, мальчики неплохие. В прошлую осеннюю призывную кампанию план по призыву в 100 новобранцев был перевыполнен. Этой весной из Ленинского городского округа планируется призвать 120 человек. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Костин Роман Михайлович на заседание прибыл. Видновчанин Роман Костин медицинскую комиссию прошел без проблем. В колледже, который недавно закончил, он увлекался футболом, а до него занимался боевыми искусствами. Друзья поддерживают его решение, а сам он настроен решительно. У меня друзья уже, которые отслужили, есть, да, и они говорят, что там ничего такого нет, то, что там, ну, нормально. Хочу в армии прям максимально погрузиться в физическую подготовку, в военную подготовку, да, чтобы пройти вот этот вот рубеж и всегда быть не готовым, там, так сказать. Ну, в общем, пройти вот этот вот мужской путь. В состав призывной комиссии, помимо руководства администрации Ленинского городского округа, входят представители управления образования, центра занятости и МВД. В условиях пандемии перед началом призыва была проделана большая работа. Подготовка помещений служебных, полная дезинфекция, подготовка личного состава, который будет допушен к работе призывной комиссии. Сотрудники, которые будут работать в составе призывной комиссии, они имеют все или антитела, или вакцинированные. И по прибытию в часть призывникам необходимо будет побывать в двухнедельном карантине. Первая партия новобранцев отправится на областной призывной пункт в город Железнодорожный 19 апреля. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Пандемия коронавируса сильно ударила по сфере услуг. Рестораны долгое время были закрыты, а доходы их владельцев стремительно падали. Тем не менее, в такой непростой период бизнесмены нашли силы и средства оказывать помощь медикам, которые были вынуждены трудиться на износ. Четыре видновских ресторана помогли врачам и медицинскому персоналу тем, что у них получается лучше всего вкусной едой. Мы вместе с коллегами решили объединиться. Конечно, мы являемся родоначальниками этой акции, если ее можно так назвать. Но вот коллеги нас поддержали, и три-четыре ресторана объединились, и мы решили поочередно кормить врачей. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук за активную работу в период пандемии вручил благодарственное письмо владельцу ресторана предпринимателю Максиму Арапову. Очень здорово, что у нас есть предприниматели, которые, в общем-то, самим были непросто. Некоторые вообще закрылись, некоторые работали чуть-чуть. Самим, что называется, бы продержаться. Но они находили возможность помогать людям. В течение трех месяцев видновские предприниматели обеспечивали горячими обедами врачей, работавших в красной зоне. Как рассказал Максим Арапов, в приготовлении блюд принимали участие около десяти его сотрудников. Всю еду в видновскую районную клиническую больницу привозили обязательно в масках и перчатках. Перед упаковкой все обрабатывалось санитайзерами. Каждая порция была в одноразовом контейнере, приборы также в индивидуальной упаковке. У нас такие сытные обеды, то, что их хватало уже и на ужин, а кто-то говорил, что это хватает и до завтрака. Поэтому делали все достаточно сытно и добросовестно. В рамках проекта «Волонтеры-50» депутаты посещают предпринимателей Московской области и награждают благодарственными письмами за оказанную помощь в период борьбы с пандемией коронавируса. 1 апреля в Ленинском городском округе прошли прямые выборы в молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа. А накануне народные избранники областного и муниципального уровней встретились с кандидатами и обсудили их планы. О нюансах работы парламента и людях, которые решили встать на путь общественной деятельности, расскажет Юлия Погосян. Первый молодежный парламент при Совете депутатов в Ленинском городском округе был создан в 2019 году. Срок полномочий – два года. Созыв подтвердил свою актуальность. Ребята продуктивно поработали. Взаимодействовали с народными избранниками и с жителями. Доносили до власти просьбы и предложения со стороны подрастающего поколения. В 2021-м пришло время обновлять состав. Интересная работа молодых парламентариев, которые должны максимально приближены быть к жителям, сами здесь, естественно, проживая, понимая, что нужно, чем помочь, и как нам где-то поправить жизнедеятельность нашего территории, сообщать об этом, естественно, находясь в хорошем рабочем контакте и с Советом депутатов, и с администрацией. И вместе, я уверен, у нас получится реализация интересных проектов на территории. В молодежный парламент войдут 15 лидеров молодежного мнения Ленинского округа. Пятерых из них делегируют общественные организации, а 10 человек отберут путем прямых выборов, которые, видно, прошли сегодня, 1 апреля. Накануне кандидаты встретились с народными избранниками муниципального и областного уровней. У ребят была возможность расспросить почетных гостей о деятельности парламента и взаимодействии с депутатским корпусом. Мне кажется, они заинтересованы, это самое главное для молодежи, чтобы было интересно. У них есть свои идеи, свои инициативы, и они их будут предлагать. Действующий состав Совета депутатов, конечно же, будет идея эти фильтровать, лучше продвигать, помогать. И благодаря взгляду молодежи, я совместно работаю, то и весь Ленинский городской округ будет двигаться вперед. Для Анастасии Матвеевой это вторые выборы в молодежный парламент. В первом созыве девушка успела себе показать, поэтому с уверенностью идет дальше. Намерена продолжать реализовывать проект «Форум по делу». Будет однодневный форум, у нас уже раньше проходил подобный по делу. Будет несколько направлений, пока они держатся в тайне. Мы приглашаем всех неравнодушных и всех, кто хочет принять участие. Больше информации будет, соответственно, в социальных сетях. Форум будет для молодежи, могут принимать участие старшеклассники и студенты. На избирательном участке, который расположился на первом этаже Дворца культуры города Видное, все как на взрослых выборах. Стол регистрации, кабинки, бюллетени. Проголосовать за кандидатов смогли люди от 14 до 35 лет. Мы очень рады, что такая активность со стороны молодежи, которые также и в избирательном законодательстве себя пробуют, и как парламентарии, скажем так, как будущие помощники депутатов. Подсчет голосов не займет много времени. Предварительные результаты станут известны на следующий день. А официальная информация о новом составе парламента, в газете «Видновские вести» на сайте администрации округа должна появиться в течение пяти дней с момента голосования. Юлия Погосяна, Александр Лугинов, Ольга Садовская. Видно этого. Работники культуры – это люди творческих профессий. Именно благодаря им знания о прекрасном передаются из поколения в поколение. Все насущные вопросы этой сферы деятельности обсудили на уровне руководства муниципалитета. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В здании администрации состоялась встреча представителей руководства муниципалитета с работниками культуры Ленинского городского округа. В начале мероприятия собравшихся поприветствовала заместитель главы администрации Татьяна Квасникова и поздравила с прошедшим недавно профессиональным праздником – Днём работника культуры. «Несёте в этот мир веру в то, что добро, в то, что будущее будет светлым и всегда побеждает добро. Вот за это вам особая отдельная благодарность». Заместитель председателя Совета депутатов округа Артур Григорян заявил, что сфера культуры является одной из важнейших, а народные избранники готовы оказывать всем инициативам в этой области всяческую поддержку. «Естественно, мы помогаем и подключаемся, и готовы помогать и подключаться как в некоторых оперативных вопросах, так же в целом в стратегическом развитии отрасли, поддерживаясь на уровне Совета депутатов, на уровне Единой России, насколько это возможно, в тесной связке с администрацией». Ленинский городской округ – один из муниципалитетов-лидеров по уровню развития культуры. За последние пять лет много было сделано для улучшения, в том числе, материально-технической базы учреждений этой отрасли. «Работают 32 учреждения культуры. Из них – это 10 культурно-досуговых учреждений, одна централизованная библиотечная система, в которую входит 16 филиалов, 4 детские школы искусств, один парк культуры и отдыха и один кинотеатр «Искра». Среди тех, кто развивает это направление деятельности в нашем округе – заслуженные работники культуры, лауреаты всевозможных премий. Люди, увлечённые своей профессией и способные повести за собой других. В планах руководства – обустраивать новые культурные досуговые центры. Особое внимание уделят территориям новой застройки. «Мы должны думать о досуге, о увлечениях людей, куда им идти. Иначе мы потом будем тратить очень много денег, невероятные силы и ресурсы, на то, чтобы бороться с преступностью». Все участники встречи смогли выступить, чтобы рассказать о своих достижениях или предложить перспективные решения тех или иных вопросов. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В сквере «Юность» открылась фотовыставка, посвящённая 70-летию Московского коксогазового завода. Экспозиция под названием «Симфония огня» подготовлена сотрудниками районного историко-культурного центра. На открытии побывала наша съёмочная группа. 48 фотографий, рассказывающих об истории Московского коксогазового завода, по традиции расположились на четырёх выставочных стендах в сквере «Юность». «На первом стенде у нас показано строительство завода после Великой Отечественной войны, а дальше у нас показаны на других стендах и праздничные будни завода, и празднование десятилетия завода. А на последнем стенде уже показана современная жизнь завода, как он процветает, как происходит преемственность поколений». Организаторы экспозиции под символичным названием «Симфония огня» – сотрудники историко-культурного центра. Таким образом, они хотели поздравить заводчан с 70-летием градообразующего предприятия. На выставке представлены фотографии из фонда ИКЦ и личных архивов жителей города Видное. Часть снимков принадлежит работникам Москокса. «Основная заслуга и задача этой выставки – показать историю завода, поскольку история завода напрямую связана с историей города Видное. Поэтому основной посыл – это донести, показать, как раньше жил завод, какие люди работали, потому что многие работники завода – это жители, основатели города». Узнать на фотографиях себя и своих коллег, вспомнить трудовые будни и досуг после тяжелой рабочей вахты – особенно приятно ветеранам. Юрий Смирнов отработал на заводе 29 лет в одном цехе. «Пришел после института газовым мастером, потом начальником смены. Вот с должности на пенсию шел». Особенно впечатляют фотографии, показывающие, как много женщин участвовало в строительстве завода. Они укладывали асфальт, были тоннельщицами, арматурщицами, а затем и остались здесь работать. Анна Нечаева почти полвека трудилась на предприятии. Сначала в центральной заводской лаборатории, потом диспетчером. «Завод для меня – отец и мать, потому что у меня отец погиб на войне, а мама умерла, мне было 16 лет. И после строительного училища я попала на завод, на коксогазовый. Мне очень понравилось здесь. Здесь и яблоня, и цветы цвели, и поселок вот этот вот был весь в клумбах». Стоит отметить, что на экспозиции представлено и много фотопейзажей самого завода. На них показан масштаб производства и красота промышленного процесса. Выставка в сквере «Юность» продлится до 7 мая. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok